Предприниматели продолжают нарушать правила торговли продуктами питания. В ходе очередного рейда народных контролёров просрочку обнаружили в нескольких торговых предприятиях. Магазин «Эльбрус» пользуется дурной славой. В городе торговая точка находится недалеко от образовательных учреждений. Несмотря на это, здесь с завидным упорством продолжают продавать просроченную продукцию. И большая часть просрочки – это как раз продукты для детей. С 2019 года просрочены. Хотя мы в прошлый раз всё убирали. Получается так, что вы этот товар опять выставляете на витрину. В ноябре прошлого года активисты народного контроля, представители Роспотребнадзора и прокуратуры выявили в «Эльбрусе» значительные нарушения правил торговли и десятки наименований просроченной продукции. Контрольная проверка показала, что предприниматель проигнорировал все замечания. В магазине «Эльбрус» при нас заходили дети. То есть магазин пользуется спросом у детей, что мы это и подтвердили. И, конечно, очень расстроилось, что детские товары больше всего были просрочены. Аналогичная ситуация и в магазине «Ямал». Здесь активисты выявили целые партии просроченного товара. Соленье неизвестного происхождения и не первой свежести, крупы и чай, срок годности которых истёк уже несколько лет назад. По «Ямалу» и «Мечте» у нас уже документы ушли в Роспотребнадзор, мы подавали, писали письмо. Вот теперь ждем, они на рассмотрении должны рассмотреть и дать нам результат. За несоблюдение правил торговли недобросовестным предпринимателям грозят штрафы. А вот в магазине «Турал» серьезных нарушений общественники в этот раз не нашли. По магазину «Турал», да, у них были замечания. Неоднократно мы приходили в этот магазин, делали замечания, но хочу сказать, что сейчас девочки молодцы постарались. Те замечания, которые были сделаны им, они все исправили. Рейды народного контроля в городе продолжатся. Свои жалобы и замечания по качеству товаров и обслуживания жители могут направлять в приемную местного отделения партии «Единая Россия». Юлия Лучникова, Дарья Тюменцева и Сергей Лукович. Новости Муравленко.